Для лиц старше 12 лет. В этом году легендарный Blizzard Entertainment 25. За четверть века небольшая студия Silek & Synapse, впоследствии сменившая имя, превратилась в крупную компанию, став синонимом качества. Каждый новый продукт Метелицы — хит, целая вселенная со своей армией фанатов. Чего только стоит сообщество World of Warcraft, MMORPG с pay-to-play системой, то есть подпиской, здравствующая и поныне. Да вы и сами все знаете. Blizzard Entertainment никогда не рассматривала аудиторию только как потребителей. Она видела в них в первую очередь людей, объединенных любовью к видеоиграм. Лучшим доказательством этих слов служит BlizzCon — грандиознейший фестиваль, проводящийся с 2004 года и собирающий ежегодно, за исключением нескольких перерывов, тысячи фанатов солнечной Калифорнии. На два дня Anahim Convention Center оживает, принимая гостей со всего света. Что же там ждет посетителей? Громкие анонсы, общение с разработчиками, турниры, конкурсы и косплей-шоу, а в завершении концерт со звездами первой величины. Не каждая компания устраивает такой праздник для своих фанатов. Да что там говорить, BlizzCon уже 10 лет входит в реестр самых ожидаемых событий в индустрии. Да-да, именно столько лет отмечается этот праздник, поэтому будет не лишним вспомнить, как все начиналось. Пробежаться по самым ярким и громким событиям BlizzCon за всю историю его проведения и увидеть воочию становление этого уникального фестиваля. Поехали. Первый BlizzCon состоялся в октябре 2005 и собрал около 8 тысяч посетителей. В центре внимания анонс Burning Crusade, первого аддона к World of Warcraft. Дали поиграть за новую расу, эльфу в крови, раздали бета-ключи и показали крутой CGI-ролик, фраза из которого «Вы не готовы!» стала крылатой. В качестве сувенира всем игрокам Вовки подарили Мурчаля. Кроме того, у посетителей была возможность опробовать мультиплеер так и не вышедшего тактического экшена третьего лица, StarCraft Ghost. А на церемонии закрытия выступила панк-рок группа The Offspring. Неплохо для начала. В 2006-м фестиваль не проводился, так что второе пришествие BlizzCon состоялось в августе 2007-го, собрав около 13 тысяч гостей. Главное событие — анонс второго аддона для World of Warcraft, ставшего каноническим для серии «Russ of the Lich King». Крутейший CGI-ролик с Артасом в главной роли. Мощно и сочно. Однако настоящим сюрпризом стала демонстрация StarCraft 2. Посетители и мировая общественность впервые увидели и смогли опробовать продолжение легендарной стратегии. На вечере конкурсов BlizzCon отжигал Джей Мор, а на сцене закрытия — группа Level 70 Elite Tauren Chieftain вместе с оркестром Video Games Live. В следующем, в 2008-м году, на BlizzCon прибыло уже 15 тысяч. Впервые за историю фестиваля Метелица представила разработки для всех тайтлов. World of Warcraft, Rass of the Lich King, StarCraft 2 и Diablo 3. Было объявлено, что сюжетная часть StarCraft 2 станет трилогией и будет представлена в виде трех аддонов, связанных общим сюжетом. Для Diablo 3 показали волшебника. Можно было не только смотреть, но и играть. Жители Азероты получили ездовое животное — большого медведя Blizzard. Комик Пэттон Освальд развлекал публику фирменным юмором, а в день закрытия группа Elite Tauren Chieftain, достигшая 80-го уровня, вместе с музыкантами из оркестра Video Games Live дали потрясающий концерт. В 2009 году четвертый по счету BlizzCon принял 20 тысяч гостей. Впервые трансляция мероприятия проходила в онлайн-режиме за отдельную плату, так что число посетителей по факту было в разы больше. В центре внимания вновь оказалась флагманская World of Warcraft с анонсом третьего революционного аддона Cataclysm. Азерот разрывает катаклизм, и над миром нависает темная длань смертокрыла. Близзы показали стартовые области для двух новых рас — варгенов и гоблинов, а посетители впервые смогли посмотреть на следующее дополнение к любимой игре. Кроме того, в этом году можно было поиграть за монахов Diablo 3. На конкурсе костюмов судьи не смогли устоять перед чарующим обаянием госпожи Боли, а на сцене князь тьмы легенда хэви-метала Оззи Осборн показал, как надо отжигать. 22 октября 2010 года Близзкон проходил в пятый раз. Его посетило 27 тысяч человек. Из интересного обозначили дату начала катаклизма World of Warcraft, в Diablo 3 показали охотника на демонов, продемонстрировали дотоподобную карту для StarCraft 2, положившую начало работе над будущей Heroes of the Storm. Турнир по StarCraft 2 завершился победой Genius, а на церемонии закрытия просто взорвала публику группа Teenage SD. В 2011 году, ставший уже традиционным и узнаваемым, Близзкон начал свою работу 21 октября. Завеса тумана после падения Смертокрыла разошлась над World of Warcraft, и на горизонте замаячил таинственный материк – Пандария. Состоялся анонс четвертого дополнения World of Warcraft – Mists of Pandaria. А еще в этом году был показан ролик Diablo 3 – Черный камень души. MVP одержал победу в битве StarCraft 2 Global Invitational, награда за лучший костюм досталась мега-крутому роботу-адъютанту, а в финале рок-звезды Foo Fighters выдали незабываемое шоу. В 2012-м Близзкон было решено перенести на следующий год. Почему? Тут несколько причин. Первая – это концентрация усилий компании на работе по скорейшему выпуску Diablo 3, Mists of Pandaria и Heart of the Swarm. Вторая – банальная, затянувшаяся почти на два года ремонт крыши Anahim Convention Center. Привыкнув к ежегодному веселью, народ впал в уныние. Однако Метелицев вернулась со своим масштабным мероприятием в 2013-м и дала жару, отработав сразу за два года. Близзкон 2013 вызвала в Anahim настоящую бурю. Гостей, правда, набралось около 20 тысяч, чуть меньше, чем на прошлом фестивале. Blizzard Entertainment даже и не думали отказываться от World of Warcraft и объявили о разработке пятого дополнения – Warlords of Drianor, а также продемонстрировали новую версию Heroes of the Storm. Из области киберспорта прошел первый турнир по Hearthstone in Keepers Invitational, а также битва на арене World of Warcraft, которую, кстати, комментировал Conan O'Brien, где победила команда SkillCapt, а SOS заработал титул чемпиона StarCraft 2 на WCS Global Finals. Церемонию закрытия украсило выступление известнейшей панк-рок-группой из Калифорнии Blink-182. В 2014-м на седьмом по счете BlizzCon впервые за историю фестиваля World of Warcraft отдала штурвал другому проекту. Все внимание посетителей было приковано к многопользовательскому экшену Overwatch, анонсированному через крутой CGI-ролик. Посетители буквально не поверили своим глазам – Близзы делают шутер! Гостям дали возможность сыграть в пробной версии Warlords of Draenor и Heroes of the Storm, а также в дополнение для Diablo 3 и StarCraft 2. К тому же показали тизер фильма Warcraft. На закрытии сцену взорвала легенда трэш-металла группа Metallica. В прошлом году BlizzCon посетило 25 тысяч человек. В центр внимания вернулась непотопляемая World of Warcraft с анонсом аддона Legion. Фантастический CGI-ролик, все круто, мощно и до безумия эпично. Фанаты WoW ликовали пуще прежнего, а Близзы красноречиво заявили, что старушки WoW пока рано на пенсию. Также на фесте показали первый официальный трейлер экранизации Warcraft, убедив скептиков в том, что у фильма все в порядке. Всем желающим дали поиграть в Overwatch, продемонстрировали заключительную часть сюжетной трилогии StarCraft 2, Heroes of the Storm, Прибал Седогриф и Лунара, а в реестр Нексуса добавили карту Башни Рока. Не забыли и про Хардстоун, показав новое приключение Лига Исследователей. Без конкурсов и шоу-косплея тоже не обошлось, а на церемонии закрытия дали жару уже не юные, но по-прежнему драйвовые Линкен Парк. Я видел войска, и я смотрю, что молодые герои умерли. Год от года Blizzard Entertainment остается верной себе и своим фанатам, поражая качеством своих продуктов и шагая в ногу со временем. Е3, Gamescom и другие выставки проходят для всех, а у Близзов свой праздник с Джек Блэком и World of Warcraft, а еще со Старкрафтом 2, Overwatch, Diablo 3, картами и MOBA. Метелица уже давно вышла за рамки простого поставщика виртуальных развлечений, став настоящей мультимедийной организацией, работающей для людей. И Близзкон — лучшее тому подтверждение. Что же принес нам 2016 год? Смотрим! Всем привет! С вами Ника Николь, это Гомоноид Ворлд, и мы на Близзконе 2016! Насколько вас переполняют эмоции? Должны переполнять доверху! Геймеры готовы, косплееры тоже! Эй, ты, ты тоже отлично выглядишь! Так что давайте отправимся в выставочный центр Анахима и посмотрим церемонию открытия Близзкон 2016! Привет, друг! Эй, дай пять! Ничего, я тебя прощаю, потому что ты похож на Эрин из GameGrams. Если вы фанаты Близзард, вы знаете, что у этих ребят лучший дизайн персонажей в мире. Я решила слиться с ними и стать косплеером моей любимой героини из Диабло — Варбариан. Это нереально сильная девчонка, которая всегда носит с собой огромный молот. Так что я сегодня блистаю в этом костюме, и меня не отличить от моих друзей-косплееров. Ох уж этот бесконечный поток народа! Сколько же людей посетит Близзкон в этот уикенд! В прошлом году здесь было 25 тысяч гостей, ребята, 25 тысяч! Это просто сумасшедшее число! Здесь повсюду зрители и участники чемпионатов, гейм-дизайнеры и разрабы. Я просто пищу от счастья! Здесь очень круто! Ребята, как вам Близзкон? Да, полностью согласна. Как тебя зовут? Уодри. Играешь в игры? Конечно. Какая твоя любимая игра? Овервотч. А любимый персонаж? Сомбра. Она крутая, да? Ты задаешь папе жару в игре? Пока нет. Ничего, это дело времени, вот увидишь. Вот, помаши сюда ручкой. Смотрю вот на косплееров, и складывается четкое ощущение, что это не они создавали свой наряд по героям любимой игры, а наоборот. Они все такие невероятные. Эти огромные декорированные костюмы, латы, доспехи, оружие. Оно все словно настоящее. Кажется, будто над этим работала целая команда дизайнеров и кузнецов, вооруженная всеми необходимыми инструментами и материалами. Мой костюмчик, кстати, тоже много кому приглянулся. Ты сама все это сделала? Ага. Мои друзья сделали эти штуки. Мы прямо как белоснежки работали всю прошлую неделю. И вы молодцы, отличная работа. Ты играешь за Мерзи в Овервотч? Ну, естественно. Вот, скажи как доктор, что для тебя самое неприятное в игре? Ой, бесит, когда ты пытаешься вылечить Гензи, а он просто прыгает на стену и сваливает. Получается, ты зря потратила энергию, и команда врага тебя убивает. Мой муж постоянно со мной так делает. Ага, мой парень тоже любит играть за Гензи. Как ощущения? Тебя только что объявили в Heroes of the Storm. Очень круто. Я был так недоволен, что меня убили, а теперь у меня новая жизнь. Ты знал об этом анонсе, когда готовился к Близкону? Знал, что про тебя снова заговорят? Понятия не имел. Это было приятно. И как толпа прямо обернулась на тебя? Я стоял в стороне сзади, так что не уверен, что они знали, что я здесь. Ну, ты прямо в теме. Сам сделал костюм? Ага, это все сделано из поролонового коврика. Непростая работа. Это супер. А у тебя есть какое-то имя, и как мы можем стать твоими последователями? Да, мое имя Пискотти Пропс. Опа, я нашла своих соратников по Диабло. Как вас зовут и какой у вас класс? Я Уидни Сейнер, а это Джана из Heroes of the Storm. Я Кэт Грехан, также Крусайдер из Диабло. Айрон Мэн Чен, я Брахана. Я думаю, что я буду права, если скажу, что с этими ребятами я точно в безопасности. Так вы играете в Диабло или в Heroes of the Storm? Кто твой любимый персонаж? Джоанна. А второй любимый? Сальванос. О, хороший выбор. Я ее тоже очень люблю. Вы сами делали костюмы? Да, конечно. И они сделаны из... А, из термопластика и кожи. И в моем случае из вспененного этиловинила цитата. Я надеюсь, вы насладитесь выставкой. Рада была пообщаться. Так, я здесь с невероятным косплеером. Как вас зовут? Стив или СКС Пропс. Супер. Расскажи про своего персонажа. Это Орка Варсонг из Warcraft 3. Отлично. И сколько времени ты этот костюм делал? Примерно два месяца от начала до конца. Ты вообще что-нибудь видишь в этом? Спасибо. Ну да, немножко вижу. А что, если ты потеряешься или потеряешь друзей? Ну, я чуть-чуть вижу. На самом деле, достаточно только для того, чтобы не врезаться в предметы. Круто. Расскажи о своем персонаже и как тебя зовут. Ну, мой герой — демон Хантер из Легион. Да, ты круто выглядишь. Да. Итак, друзья, я здесь с... Дэвид Хенли. И ты из какой игры? Из какого я город. Да нет, из какой ты игры? А, из Волта Варкрафт. И твой герой? Мичкин. А, злобный такой. Расскажи о костюме. Сам делал? Нет, мне помогали. И у них это заняло три месяца. И все сошлось. Артрас вышел... Артрас — большой мужик, и я тоже. И мне показалось все правильно. Я хотела спросить тебя, тебе кто-то говорил, что ты как-то низковат? Нет, мне этого никто не говорил. Я тут по вине Близзард, и Хенчмен Проп сделали для меня этот костюм. Я так рада представлять Сомбру. Она отличный персонаж. Ты просто ее копия, такая дерзкая. Церемония открытия вот-вот начнется. Давайте займем наши места и послушаем, что нам скажут. Близзард в этом году отмечает свое 25-летие. Четверть века крутейших игр, незабываемых приключений и настоящей дружбы. Юбилей и у самого Близзкона. Уже 10 лет мы наслаждаемся лучшим в мире шоу игровой индустрии. Поэтому в этом году церемония открытия особенно запомнилась нам. Мы все вместе как будто подвели итог великие эпохи Близзард. И это, дорогие мои, только начало. Привет, Эрик. Как впечатления от церемонии открытия? Мне очень понравилось. Я люблю Heroes of the Storm и WoW. И я рад, что Вариан возвращается. Я его тоже очень люблю. А как насчет Рагнароса? Из-за него я очень рад. Я как бы предугадал это, но не совсем. Мне нравится захватывать башни и все такое, так что я в предвкушении. Какой твой любимый анонс? Что больше всего ждешь на данный момент? Наверное, Warriors of the Storm. Месть для моего короля. Как тебе церемония открытия? Ты знаешь, хорошо. Я, конечно, не во все игры играю, как некоторые люди. Я просто никогда не переставала играть в то, что мне нравится. На другие просто нет времени. Так всегда с играми Близзард. Так на них и подсаживаешься. Какая твоя любимая игра? Пожалуй, WoW и Hearthstone. Ну, примерно одинаково. Потому что чем-то надо заняться, пока путешествуешь, или когда застрял на работе, или комп не работает. Точно. А что тебя на Близзконку привело? Что заставило принять решение приехать сюда и пройти через все это? Вы знаете, я думаю, что если вы любите игру, вы хотите быть с ней. Вы хотите увидеть, как это сделано. То же самое и с фильмами. Это как если вы любите книгу, вы хотите познакомиться с автором. Я вся в эмоциях. Я нашла еще одну девушку-варвара. Ты выглядишь прекрасно. Ты сделала этот костюм сама? На самом деле, подруга мне его сделала, и я его у нее купила. А вот это сделала сама, для Близзкона. А ты? Да, я сам сделал костюм. А оружие и куб напечатал на 3D-принтере вместе с другом. Да! Да! Только что закончилась церемония открытия Близзкон. Нам повезло услышать гендиректора компании Майка. Его речь о компании и проектах. В сообществе преданных геймеров искренность значит очень много. У Майка столько любви к людям и к своему делу. Близзард давно известна за свое отношение к сообществу, и это заставляет меня чувствовать себя частью чего-то большего. Это объединяет меня со всеми гостями здесь самым необычным образом. А еще были крутые анонсы. Например, новая героиня Overwatch — Сомбра. Она — диверсант-разведчик, которая может использовать свои хакерские способности при взаимодействии с врагами, что может круто поменять исход боя. Будут доступны новые карты, в том числе и те, где Мейбл заморожен. А в Heroes of the Storm возвращается Вариан и Рагнарос, и мы ждем все этого с нетерпением. Какой Близзкон без хороших киберспортивных турниров. В этом году нас ждали соревнования в дисциплинах StarCraft II, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm и, конечно же, Overwatch, где в финальном противостоянии сошлись русская и корейская команда. Как вам такая интрижка? К нашему удивлению, сотни американских зрителей болели именно за русский коллектив. Сколько приятных слов мы услышали в адрес родной команды. Задержава-то не обидно. Ну что, пока Южная Корея побеждает, уверена? Что скажешь? Ну, пока была довольно-таки галимая игра. 3-0 — это как-то так. Ну, что поделать? Очень мощная игра, да? Да, но... Всегда хочется поболеть не за фаворита, особенно когда корейцы рвут всех StarCraft. Да еще и тут победить собрались. Что поделать? Я думаю, вот что. Может быть, если мы громко за них покричим, может, это поможет. Так что я считаю — раз, два, три... Вперед, Россия! Какие ощущения после последнего матча? Очень хорошие. Было приятно посмотреть, как две команды состязались. В игре было много страсти. Ага, мне тоже понравилось, как они в конце встали и обнялись. На самом деле, это был такой матч давних соперников. А за кого в финале болеешь? Я за Южную Корею, потому что я большой фанат StarCraft. Это единственная причина. Ну, а не талантливая команда? Я думаю, эта игра будет еще лучше, ведь Корея просто порвала Швецию и Финляндию. Я в предвкушении. Напряженный матч был за бронзу, не так, Лем? Как вы себя чувствуете? Да, они были близки. Я болел за финнов, и команды были почти равны. Наверное, это единственное, что теперь имеет значение. Да. А как насчет тебя? Было очень интересно. Нервы на пределе, да? Да, я была на краю сиденья все время. Если бы я играл, я бы, наверное, наделал кучу ошибок в самых различных вариациях событий. О, я тоже. Они там такие вещи делали, что я даже не знаю, как это происходит. А за кого в финале болели? За Россию-матушку. Россия. Жаркий был матч, да? Как ощущения? Да, напряженный. Команда Южной Кореи выглядит очень сильной. Я надеюсь, они чуть-чуть сравняются. Все же любят сочувствовать нефаворитам, так что мы за Россию. Стараемся их поддержать. Надеемся, они еще покажут свои силы. А как тебе тот факт, что команда Южной Кореи еще ни разу не проиграла? Да, они выглядят непобедимыми. О, да. Я бы хотел, чтобы они по очкам стали чуть-чуть ближе к концу игры. Но пока у них такие контратаки, что я даже не знаю, что тут можно сделать на данный момент. Ну что, продолжаем болеть? О, да. Вперед, Россия. Правда, ребятам чуть-чуть не хватило фортуны, и они все же уступили первое место корейцам, а сами уселись на второй ступени пьедестала победителей в дисциплине Overwatch. Серебро тоже результат. Думаю, что в следующий раз наших парней определенно ждет успех. Мои впечатления от турнира потрясающие. Самое сложное это было играть против корейцев, потому что они действительно очень сильные, и было очень трудно собраться на такую реакцию с их стороны на наши действия. Не знаю, это было просто очень сложно. Они сильно сплоченные, у них хороший тимплей, и просто очень сложно играть против такого. Порадовал нас и круглый стол разработчиков. Близзардовские дизайнеры и разрабы общались с публикой, отвечали на вопросы и раздавали автографы. Правда, никаких тайн о грядущих проектах, как всегда, не раскрыли. Ну и ладно, так даже интереснее. Какие впечатления от Близзкона? О, я люблю Близзкон каждый год. Всегда так весело и классно здесь, и, похоже, я в эфире. Мне всегда радостно встречаться с фанатами, это большая честь. Я думаю, это мой десятый Близзкон. Я был на всех, и всегда так приятно видеть количество усилий, которые вы вкладываете в то, чтобы быть здесь. Это очень креативно. Спасибо. А какой ваш любимый класс и герой? Над каким вы работаете и за кого играете? О, Некромант. Я над ним работаю, я за него играю. Это мой любимый персонаж. У вас есть любимый квест, который вы спроектировали или над которым сейчас работаете? Я думаю, квест, где вы катите панду в дом. Вероятно, мой любимый квест, который я когда-либо делал. Так это ваш, как весело. Да-да, я хотел сделать что-то дурацкое, потому что вся эта зона такая грустная. Я подумал, что было бы хорошо иметь что-то сменяющее тон. Работаете ли вы над какими-нибудь квестами прямо сейчас? Я не могу. Я только что завершил Сурамар материал. Я уже много работаю и продолжаю историю Сурамара по сей день. Сейчас это пока секрет. Не могу о нем говорить, так что сорян. Чего только не происходит на Близконе. Одни приходят первыми узнать о новых фичах любимой игры, другие поучаствовать в косплей-конкурсе или просто посмотреть на участников. Но некоторые ждали этот фестиваль по особому поводу. Ох, ребята, я сейчас стала свидетелем самой милой сцены в мире. И, похоже, сейчас заплачу. Этот молодой человек только что сделал предложение этой прекрасной леди. Как ты себя чувствуешь? Что думаешь об этом? Ой, эмоции переполняют. И удивление. И... Наконец-то! Как давно вы вместе? Чуть больше года. И где вы познакомились? Мы познакомились в Старбаксе. Из всех возможных мест именно там. Кофе объединяет. Кофе и игры. Пара, которая играет вместе, всегда остается вместе. ДИАБЛИЗАРД Этот Близзкон принес нам множество вкусностей. Новое дополнение для Хардстоун, обновление для World of Warcraft и очаровательного котенка-проказника. Волшебный контейнер с трофеями для Старкрафт 2 и нового командира для совместных заданий. Двух новых героев Heroes of the Storm. Класс некромантов Diablo 3, а также воссоздание по случаю юбилея игры подземелья с боссами из первой части Diablo. Ну и, конечно, Близзард объявили об учреждении долгожданной лиги Overwatch. Кайф! Какая ваша любимая игра, Близзард? Overwatch. И как тебе новые анонсы? Я очень рад играть за Сомбру. Вы знаете, я долго этого ждал. Так что, в конце концов, она здесь. Я очень рад. Как тебе новость про новые уровни? Похоже, что будет круто. Я хочу увидеть новые режимы и арену. Очень хочу все это попробовать. И еще, Лига Overwatch — это мега круто. Так что... Да, это реально круто. Я думаю, это изменит геймерскую культуру. Ничего подобного в мире нет. Так что я с нетерпением жду, что из этого выйдет. Ага, вот тут у нас игра в Hearthstone. Что за расклад? Ну, сейчас я играю в дракона-священника. Класс. А ты во что играешь? Среднего шамана. Шаман — это круто. Отличный расклад. Спасибо, ребят. За кого болеешь? Мисот. И почему? Кто твой любимый игрок? Мой жених Дью. Вау, он отличный доктор. Он еще и отличный человек. Скажи ему, зрители его любят? Он знает. Он это очень ценит. И хочет выиграть больше для них, чем для себя. Он так счастлив. Он рад, что делает все, что может. Понимаешь? Какой классный парень. Отличный. И я тут с отличными ребятами из Мисотэнея. Они только что победили в полуфинале. Как ощущения? Великолепно. Супер. Я поговорила тут с твоей невестой. Она такая чудесная. Просто красавица. Тебе помогает ее присутствие среди болельщиков? Абсолютно да. Знаете, она меня поддерживает из дома и здесь тоже. Все, что я делаю, знаешь, меня это очень мотивирует. Это отлично. Вы волнуетесь по поводу завтра? Готовы воевать? Я думаю, мы готовы. Мы много тренируемся. Мы много времени вкладываем. Ну вот мы на полуфинале и играют Нозенблу и Мисотэнея. За кого болеете? Мисот. Ага. Что больше всего запомнилось в первом матче? Ой, Сидью был неуязвим. Это было душеразбирающе. Он отличный доктор. Каждый раз, когда думаешь, что вот сейчас умрет, он как-то выдерживал еще немного. Точно, сто процентов. Мы тут почти весь день провели. Даже не посмотрели, как следует Хардстоун, Овервотч или еще что-нибудь. Не было времени. Нужно попробовать все-таки. Ну вот я тут с фанатом. Попробую угадать пальцем в небо. Он, наверное, болеет за Мисот? Конечно, за Мисот. Мисот до конца. Почему ты так любишь Сидью? Я просто большой поклонник. Все время смотрю его в стриме. Вот так. Он хороший игрок и классный чувак. Все сразу. Ты играешь в World of Warcraft? Да. Ты тоже доктор? Нет, я охотник. Отлично. Я вообще играю за танка. Но я люблю охотников. Что, страшно? Это я тусую с моим вторым любимым героем-паладином Stormrage. Он такой классный, правда? Началась церемония закрытия BlizzCon 2016. Конечно, не хочется, чтобы это шоу заканчивалось, но я постараюсь насладиться оставшимся временем. BlizzCon 2016 подошел к концу, и что это было за уикенд? Мы побывали на турнире по World of Warcraft, посмотрели первый в истории чемпионат мира по Overwatch, откуда команда Южной Кореи вернулась с победой. Мы пообщались с невероятными косплеерами и увидели костюмы, которые я даже не знала, что можно воплотить в жизнь. Было так здорово. Спасибо, что смотрели нас. С вами была Мика Николь и Гомоноид Ворлд. А я, если вы не против, отправлюсь домой играть в Диабло. Продолжение следует...